Кот выбежал на улицу, там все прям перегорел, потолок прям сгорел. Я напугалась, ну просто то, что вот за ее жизнь, за свою жизнь, что выбежали, успели выбежать, документы. Вот у ребенка сразу поднялась температура, техника вся перегорела. Ну как бы как восстанавливать, ну просто как бы мы не знаем. Елена с супругом проснулись среди ночи от запаха дыма. Электрический счетчик в коридоре их дома просто вспыхнул. Тушили сами, в ход шли мокрые полотенца и даже детский водяной пистолет. Пожар подкоптил потолок и оставил семью без света и без всех электроприборов. Последние, к слову, регулярно перегорают из-за скачков напряжения. Жители жаловались на это в обслуживающую организацию как раз незадолго до пожара. Мы звонили им, диспетчерам, они говорили, мы вас обслуживаем только с 1 июня, горите дальше. Терпите до первого. Жители рассказывают, что проблема началась после замены электрических проводов в Дубровке. Говорят, что обслуживающая организация должна была поменять и трансформаторную подстанцию, ведь она давно устарела и не справляется со всей современной электроникой в домах. Электросчетчики буквально готовы взорваться от такого напряжения. Как автоматная очередь идут эти скачки, даже многофункциональное устройство не защищает. Вот оно начинает бомбить. Ребенок третий год, он соскакивает с закрытыми глазами и орет «мама». В обслуживающей организации рассказали, что приняли сети на баланс с конца марта. Проводка, по словам представителя, была в ветхом состоянии, поэтому началась ее замена, а трансформаторы менять не будут. Номинал силового трансформатора соответствует нагрузке, потребляемой населением, и, соответственно, не требуется замена либо увеличение номинала. Также в компании рассказали, что будут бесплатно менять приборы учета, и это практически исключит воровство электричества. А проблему со скачками напряжения пообещали устранить уже к концу недели, благодаря замене кабельных линий.